Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я веду сейчас записи, целая серия, которая называется «Во свете Библии» Открытым оком. Вопросы очень разные. Я бы просто хотел сделать посыл, где все это можно найти. У нас, видите, открытый сейчас православный видеоканал, открытым оком во свете Библии. Вот он. Просто в YouTube зайти, у нас было более тысячи роликов, но тут модераторы стали работать, и оказалось, что у нас запись на 1,89 гигабайт, а аппарат может только брать видео. И получается на два. Но он их слепил вместе, и получилось 912. На 150 роликов у нас уменьшилось. Это хорошо. Но, правда, продолжительность будет, да, около часу. И вот меня спрашивали, говорили, вот вы пишете стихи, но откуда-то у вас талант такой, там, поэт. Мне всегда смешно это слышать. Я поэт? Какой я поэт? И то, что у меня написано 3467 стихотворений, я их за стихи-то не считаю, и не запаху это. Это попытка, повторяю, четко ясно, попытка выразить главное в стихотворной форме. Оно более приемлемое и меньше тебя обвиняет. Я даже это уже понял. Ну, поэтому музыканты и многое прощаются. Ну, для рифмы что-то сделал. Мне вспоминается, когда Вивальди, он же был священник, и вот в алтаре на престол внезапно приходила ему мысль написать какие-то фуги свои, чтобы не забыть. Он лал бумажку и начинал писать. Ну, по-серковному это не положено. С благоговением надо прикоснуться, совершается таинство. Ну, папе доложили. Это грозило бы ему по меньшей мере казнью. Но папа оказался на уровне. И он говорит, ну, он же музыкант, махните на это рукой. И в самом деле, каких произведений мы бы лишились сейчас, если бы были все такие, которые рядом сидели с ним, жалобщики. Вот так и здесь. Мне нужно, допустим, я начальник детского лагеря 40 лет, нужно песнопение. Песнопение, касающееся конкретно нашего лагеря. У нас ходят вокруг коровы. У меня есть желание написать про корову. А его песни такой просто нету. Ну, если она есть, она не подходит. Мне нужно, чтобы в песне прославлялся Бог. Я держу голубей, у меня три голубятни. В деревне две и здесь. Я вожу детей на экскурсии, они держат маленькие яички, эти кокошки, маленьких птенчиков. Потом выносим голубей далеко там, и они как его пускают. Ну, вот так и зарождается в ребенке жажда познания природы, окружающей его. Ну, мне хочется про голубей. И написала я стихотворение, если можно так назвать. Но, по милости Божьей, рядом со мной оказался человек, это старший воспитатель в нашем лагере Стане, в честь священномученика Климента Анкирского, на территории поселка Потеряевка, рядом, 500 метров, Мамонтовская района Алтайского края, Савченко Виктор Николаевич. Я о нем хочу побольше сказать. Это Потеряевский учитель. Он предметы все ведет и приз в физкультуру. Кроме того, он старший воспитатель в лагере. Я не знаю, уже, наверное, лет 15. Старший воспитатель. До этого была приходитка Наталья Николаевна. Ну, она вышла замуж, уехала в Америку. Вот. Теперь он. Он главный хлебопекарь. Я печник, 40 лет, сделал две русские печи. И он, у нас есть свой тестомес, держа там все это, как положено. И он может 100 обыкновенных кирпичей, как хлеб выпекают для лагеря. Дело в том, что меня не финансирует государство, ни копейки за 40 лет не дали. А волка ноги кормит. И он обеспечивает и стирку, мобилизует ребят, стирает по мелкой. Дети учатся. А по большой раз в неделю у нас стиральные машины работают. Он же катает на лошадях. Когда у него хороший мотоцикл, Ямаха, он на них, на своей машине прокатит детей. Дальше. Приезжает издалека, он шофер. Встречает. У нас же далеко бывает, до корчины, 15 километров до станции ехать, людей принять. И увозить тоже он это делает. Кроме того, он благовестник. Он ездит с нами по стране в летнее время, конечно. Ну, вот какие я называю только такие мероприятия, чем он занимается. Организовать костер на костре, учить детей пению, всю неделю готовится концерт. Это все под его руководством. Там трудно сказать, что без него делать. Строительство какое, заготовка дров, воды, колодец. Это все на нем. У него помощники есть. И вот музыку он, как составил он ее музыку. Только на лагерь стан он написал музыку. Я подумал, что мотив должен быть другой. Сказал старость. И старость-то тут же составил. Часа два прошло. Женой, она у него завучим. Игорь Александрович и Елена Анатольевна. Приехал из гитары. И мне сыграли. Я говорю, вот этот пойдет. Я сейчас покажу. И Виктор Николаевич Савченко, который музыку составляет, он сам играет на гитаре и сам поет. Ну, кому как. На вкус и свет товарищей нет, тем более на пене. Но дети любят, он с ними разучивает и концерты настоящие ставит. Дети потом в городе выступают, куда мы едем. Вот сейчас я хочу показать фотографии его. Ну, фотографий его немного. Я набрал здесь 52. Ну, уже можно будет представить. Но ролики тут с ним есть. А фотографии никогда не комментировались. Хочу познакомить вас с этим замечательным человеком. Вот, посмотрите. Если можно, покрупнее надо будет делать. Вот. Это вот старшая сестра. Сидит от него справа. Татьяна Кузьминишина Капустина. Наша сестра. Со всеми больными. Все на учете держит. И вот он тут с видео снимать. В лагере стоит. Это наше... Ну, в лагере видно там иконы какие есть. Далее. Вот. Видите, у нас все с бородами. Это он на кухне. Стряпает хлеб. Там видно принявшее крещение 13-летнее Елена Сокольская. А вот это Виктор Николаевич. Видите, как по форме все. Ну, у нас просто приезжает туда санэпидемстанция, проверяет. У нас какой алюминиевыми листами покрытые столы. Все протирается, дезинфицируется. Ну, 40 лет. Ни одного отравления, ни одного заболевания. Ни одного. И даже намека на это не было. А приезжает самый высокий уровень. Алтайская кровавая санэпидемстанция, притом неоднократно. У них задача задушить нас. Но ничего не могут найти. Берут анализы. Выше среднерайонных намного. И вода, и молоко, и хлеб, и все. Вот он здесь на кухне. Далее. Вот у нас порядок такой. Что за все лето у нас ни одной ложки еды не остается. Поел, а дежурный напротив каждого стола по-дежурному есть. Каждый должен второе, когда поел, чашку залезал и дежурному показать. Вот они показывают. Это вот Виктор Николаевич сидит как раз. Вот, а я здесь сижу. Вот. И тогда дежурный махнет. Положить чашку можно. И чашку надо прокинуть. У нас остатков нет. Все чистое. Если нужно, ему дадут добавку. Не об этом речи. Речь о благоговейном отношении. Почему Ян Камынский говорит, что за столом человек должен вести себя, как в алтаре. Перед алтарем. Вот. Далее. Вот это он готовится к концерту и выступает День деревни. Это вот рядом Кристина Малютина. Теперь она во Франции. Вот находится. Это Настенька Глушкова поет. А вот по внешнему фотографии. Это нас нашли по печати. Ну, иди сюда, иди. Нашли. Это Евдокия. Вот она правнучка Потеряевых. К Потеряевым относятся. Потеряевых. Вот. Которые основали Потеряевку. Вот Виктор Николаевич тут и играет. Я говорю, что если зайдете в YouTube, я еще раз его покажу где. Вот. Это вот православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Ну, просто зарядите и найдете. Игнатий Лапкин, это ключевые слова. Ключевые слова. Вот он здесь играет. Это День деревни. Вот. Если не ошибаюсь, село Зимино. Вот Виктор Николаевич в очках. Это Глушков шофер привез. Это я. А это работник. Теперь он остается за начальника лагеря в этом году. Паченко Владимир Александрович. Вот он в данный момент ведет съемку. Вот Господь его нашел в Свердловской области. Ну, обратился. Сразу до крещения допускали. У нас от трех до пяти лет подготовка к окрещению идет. Согласно канонам церкви. Мы православные. Дальше. Виктор Николаевич зимой. Вот он что в проруби. А это вот стоят наши рядом. Это батюшка отец Аким. Вот они заглядывают в него. Видите? В проруби. Стоит. Продолбил прорубь. И морж. У нас и так разобраться так. Дальше. Мы готовим варенье. Готовим на будущее, на лагерь. И на обслугу домой. Вот у нас погреб. У нас там у Виктора Николаевича домик такой построенный. Он там зимует. И он называется Скворечник. Он на Скворечник похожий. Я такое прозвище ему дал. Вот. Далее. Это вот он с кем он опускает варенье. Это не один год приезжал к нам Кирилл. Фамилия даже сейчас не знаю его. Из Тобольска. А это Виктор Николаевич рядом стоит. Этот Кирилл очень сильно похож на главного героя фильма «Я Давыд». Вот посмотрите. «Я Давыд». Найдите в Ютубе. Очень хороший. Как мальчик бежал из ГУЛАГа. И как он через южные районы, страну Греции, Италии добирался до Дани, где была у него мать, которая охранник помог бежать раньше. Ну это наши дети стоят сзади. Вот. Принесли варенье. Варят его. Собираем ягоды, потом варим. И у Виктора Николаевича они будут храниться здесь. Теперь вот это варенье разливают. Это Пупков Сергей Павлович. Видите, как весело у нас на кухне разливают. Это такую поварешку ему придется облизывать. Это у меня кошечки вокруг, красавцы мои. Это Виктор Николаевич с гитарой и Сергей Павлович. Это, видите, у нас сестра сзади. Ольга Николаевна. Тоже уверовала, приняла крещение. Это наши дети сидят. Тут вот эта мама к нему приехала. Лагерь наш комплексный. Так что вместе с детьми могут отдыхать, но по общему уставу и родители. Своя путевка. Родители. Притом у нас не две недели, не две, а месяц. При желании путевку можно продлить. Дальше. Ну вот это у нас была большая трагедия. Погиб юноша 15-летний. Не лагерь, не лагерь. Вот Виктор Николаевич идет впереди. Видите, от рождения до смерти во всем участвуют наши братья. Это как раз Володя Пащенко, это староста деревни Игорь Барабаш. Вот. Вот у нас готовятся дрова на зиму. В лагере. Виктор Николаевич, видите, он рубит здесь. А тот, Володя как раз, Пащенко. Я не знаю, что-то там делает на коленках. То ли колет тоже. Что ты там делал-то? Не знаешь, да? Ну, это там все пилят. У нас трудовой лагерь. Это сбоку бак сваренный такой. Видишь, на подставах. Мы заливаем его водой технической. Закачивается из пруда. У нас подземная система. Это завод ТРТИ помогал. Директор Хромов Анатолий Петрович. Я называюсь супер-патриот России. А это вот женщина Сидоренко Анна Исканская. У нас отовсюду приезжали. А это вот Яша. Знаменитый Яша, который плащет. Называется Юринальная лисиция. Вот он плащет в кружку. Вот он сидит, смотрит. А вот это Виктор Николаевич готовится к концерту. Новое или новое стихотворение. Ложит на музыку. Он положил на музыку где-то около 90 моих стихотворений. Вот это он ведет занятия с детьми. А там приехал без рукав Павел Федорович, фотограф. Очень известный фотограф. Большие призы берет в России. И вот он приезжает на разные торжества. А это вот какие надписи есть. Так, ох вы, баловные такие. Вот. А это нашли учебное пособие. Я говорю, так надо сфотографироваться, чтобы нам это напоминало. Я сфотографировался, видите, Потеряевская начальная школа. Ну этот скелет-то вытащили, сфотографироваться. А тут техника стоит. Ну я говорю, ну и ты давай сфотографируйся с ним-то. Ты тоже умрешь когда-то. Чтобы напоминание было о смерти. Помни день последний, его век не согрешишь, Сиарахов говорит. Вот. Это он держит на руках крестника Устиного Исаакия. Он в какой-то класс уже идет сейчас. Наверное в третий уже, да? Где-то примерно так. Но это при крещении он у него восприемник был. Вот. Когда уезжает Глушков в город, раньше было так, Витя оставался у него и одновременно подсобным зимой. Да и коров. Это любимая его корова, он полюбил ее. Видите как? Какая любовь. Вот. А это у нас, они на костре уже сидят, поют. Это приехал Кальбаев Михаил. Вот я показываю, может видно стрелкой. Это из Семертау. Это наш врач. Это врач Кривой Алтайской больницы. Это мать. Она Дмуха Петеримова в девиществе со своей дочкой. Это как ее дочь-то зовут? Последняя. Это Вера, кажется. Вот это Виктор Николаевич и это Анна Сидоренко из Каннска, Красноярского края. Вот это уже они на костре. Костер горит внизу, сейчас будут картошку разносить. Вот. А это у нас лодки. Даже три помогли у нас, четыре лодки. И вот этот Яша, где давит эту лягушку ногой, а все смотрят. Он должен учиться. У нас дети уезжают, должны многому-многому научиться. Сейчас они будут плавать. Ну, это же дети, но всегда с ними взрослый. Особый порядок. На стенку не садиться, с лодки не нырять. Ну, техника безопасности. Вот они сидят, дети, готовятся. Сейчас Яша накачает, и будут они плавать. Это каждый воскресенье. Это Виктор Николаевич. А вот дальше там, за кустарником, это наш лагерный огородчик. Ну, я его покажу. Вот лошадь, которую Лапкин Павел, мой брат, дает. Ну, мы помогаем ему сено заготавливать. И вот на лошади по два человека и катают. Вот, видите, поехали. Это Тобольские ребята. Виктор Николаевич ведет его под усы. Не так, что гонять куда-то. Это рабочая лошадка. Эта лошадка пасется в нашем огороде. И вот она стоит. Виктор Ямаха, мой велосипед. Это на скоречнике. И он по телефону. И рядом лошадка. Она ручная, любящая. Вот. Это Виктор Николаевич, отказ Кристина Малютина. И наш щец, экономист, Третьяков Игорь, тоже с нами ездил. Был за шофера, благовестник. По России проехали мы в 12-м году 240 городов и районных сел. Вот. А это Виктор Николаевич просто рекламирует, какое хорошее в Потеряевке молоко. Оно не разведенное. Это не порошок. Притом там травы такие пахучие. Даже специально у нас Павел сахарной свеклой кормит их, чтобы молоко имело такой тонкий оттенок. Это для любителей особо. Вот Виктор дома. Чтобы мотоцикл не пропал, у него в комнату завел. Ну, на нем сидит белый. Вот его изображение где здесь. Это его стул занимается вот рядом. Ну, и он, видите, поднял руки. У нас это разрешается. Стоит на коленях и прославляет Бога. Прославляет Бога. Это вот он ездил на благовестие, потом, видимо, к родителям и обратно заехал к Потеряевку. Это вот Сергей Пупков, Володя Пащенко и приехал. Видите как. А вот они идут, наши по деревне идут. Это у меня не совсем это получилось. Увеличил сильно. Это в деревне идут на Пасху. Это, видимо, тоже безруковские. Там гуси идут. Видите, какие прекрасные снимки. Притом, в РИА Новости эти снимки занимают первое место. Вот. Виктор Николаевич за своим делом разводит это тесто. Он сейчас в чашке, там что-то будут печь. Это мука стоит. Это мы все должны сделать. Были своими руками. Это большие, огромные навозные кучи. И мы специально взяли такое место, чтобы нигде ничего не стеснить. Нас выжигали. В 18 лет наш лагерь до тла выжигали. Местное. Ну, приписывать определенным людям мы не можем. Ну, злодейство. Попустительство властей, конечно. Потом все это будет разбираться. Краевая милиция будет. И ездить никого не найдут. Ну, как кто-то в армию взятый. Короче, так. А это потеряевки перевозили сразу в дома несколько пианино. И вот перевозят. Там видно, вон, качели за ними. Вот Виктор Николаевич с правой стороны позади идет. Вот видите, как. Заносят. Деревня-то там 10 дворов. На одно название деревня. Это видите, чем занимаются. А это в другой дом привезли пианино. А это в третий уже дом. Нет, это во второй. Там, где малютины жили. Там стоят. Ну, вот теперь лагерь занимается чем? Распиловкой дров. Это по утрам. Виктор Николаевич с ними показывает. Пил и точу я. Я быстро говорю, чтобы побольше успеть сказать. А это вот утром поливает наш здесь огородчик маленький. Это клубника. Виктория так называемая. Тут же лук, чеснок, что-то. Но однажды был казус. Какие-то семена дали. Сказали, что-то там лук. Посадили. И до осени не знали, что растет. А растет здорово. Листья такие жирные. Мы не могли понять. Но осень, когда наступила, оказался табак. Ну, смеху-то было. В православный лагерь вырастили табак. Ну, мы нашли место. Мы храним все там одежу. Тогда его порубил, подвесил. И он запахом отгонял насекомых-то. Ну, так бы попал, если засняли. Скажут, ну, пожалуйста. Ну, наркоманы же распространяют наркотики. Ну, вот один раз такое было. Можно простить. Видите, дети приучаются. И по каждый день мы собираем и свежее сразу на стол. У нас никуда не идет. Все на стол. И дети видят всегда плоды своих трудов. А это вот в церкви он вышел. Рядом стоит его сестра. А это вот наши панамари. Вот это Иеремия. Вот это Иеремия. Барабаш. А это Никита Устинов. Это Никитин отец. Сзади стоит Андрей. Это вход в наш храм. В Потеряевке. Вот. Теперь. Когда все уезжают, нам нужно лагерь размонтировать. И все увозить. Сколько это труда. Столы. Все, что есть, все размонтировать. Потому что посторонние люди приезжают. Или утащат, или что-то сделают. Такое воровство. Но Бог милует. У нас есть склады рядом. Прямо на территории деревни. И вот Виктор Николаевич вот стоит тут с красненьким где-то. Это Володя. Михаил Кальмаев. И Сергей. Это вот лагерь. Это все лагерное. Там у нас электричество есть. А это у нас есть такой домик. Саманы называются. А тут сидят фотокорреспонденты. И он перед ними что-то рассказывает. Зашел. Он высокий рост. Он спортсмен очень. А летом помогает брату упорщик. Павлу, который лошадку дает. Вот видите. Убирать сено. Там красивые у нас колки березовые. Ну вот видите как внутри. Тут даже немножко и то уже видать. Это не пустыня. Дальше. А вот возле дома скворечника я его сфотографировал. Это скворечник я их отремонтировал. Я люблю очень птиц. Такое явление орнитология. Первая книга, которую я познакомился от Виталия Бианки. Я очень рано начал читать. Наверное в 5 лет или не полных 5 было. Ну и ловил сусликов. Сдавал и купил первую книгу еще про птиц. Страниц 500. Вот. Это вот. У меня было в саду рядом здесь. 123 скворечника. В нашем саду. И что делает. В нашем саду только было. 123 скворечника. А теперь я вот отремонтировал. Виктор повесит их летом. Теперь. Вот это. У них тут. Вот это скворечник с обратной стороны. Вдалеке видно моя голубядня. И вот они стирают ребята. Это Виктор Николаевич. Я не знаю. Что у него в руках то? Фартук. А? Фартук. Фартук. Ну я всем говорю. Это не бюстгальтер. Чтобы не думали что-то. Они стирают. Тут рядом баня. Вот. Ну а это вот. Самый скворечник и есть. А от него тут электрический ток идет. Уже в лагерь берем. Это в лагере мелкая пастерушка. Это Виктор Савченко и Кристина Малютина. А дальше обычно дети. Вот. А теперь нужно электрический ток подвезти было. И от него вывезти на пруд. На пруду работает насос. И столбы поставить. Столбы. С этими вот видите. Справа видно пасынки вот какие-то. Ну и вверху. Там уже наш Виктор. Вот он где. Ну это вот я не мог уже его. Он на столбе сидит. Дальше. А это в лагерь Сережина собачка. Тайга. Видите с ней. Сидит здесь. Вот это умывальник у нас тут на 10 человек. Вон здесь вход в лагерь. Вон там видимо я иду. Это уже дети уехали. Мы остаемся одни. Начинаем. Это утренний ранний туман. Первая изморозь. Там он. Вон деревья видно. Лагерь. И в деревне поставил. Вот столбы идут. Электрический ток в лагерь. И Виктор шел. Я решил его сфотографировать. Земля покрылась белым. Видите какая. А это осенью на огороде собирает тыквы. Это Виктор Андреевич и Надежда Васильевна. Моя жена, подруга. Вот. А это каждое утро, когда готовят еду, считается слово Божие с толкованием. Это Виктор, Сергей, Кормаев, Михаил и Володя. Вот. Я их сфотографировал. Видите как. Вешалки. Это столбы. Дальше заплетено. И поштукатурено с двух сторон. Все из подсобного материала. У нас ничего нет. Есть поговорка. Голь на выдумку хитра. Да, да, так. А это вот Виктор Николаевич в школе. Дети прыгают. Он учитель физкультуры. Вот она, видите, ласточка летит вверху. Я не знаю, кто здесь. Видимо, Глушкова. Это Таисия. Таисия. А это в храме стоят. Видите, какие у нас гости бывают. Вот. Виктор Николаевич стоит. Там свет сзади. Поэтому снимок получился с просветом как бы. А это батюшка. Напустил дым, укодил. А Виктор считает по риме. Библейские чтения на русском языке. У нас лежит Библия. Вот она. Библия патриаршего издания. На русском языке. Это очень редкий момент. Очень редкий. Что в православии Библия имела такую популярность. Такое уважение к себе. И у нас между иконами в церкви надписи из Библии. Говорит, так у вас как у баптистов. Причем тут баптисты. Мы любим Библию. Вот. А это Виктор Николаевич. Школа. Это Потеряевск. Это вот завыш Елена Анатольевна. И дети. Это похвальные грамоты им дали. Вот так. Теперь вот поехали они на благовестие. Виктор Николаевич и Никита Устинов. А их дети провожают. Это Устинов дом. Там одна улица. Она названа. Все это установлено, как положено. Районом утверждено. Имени Марии Лапкиной. Моя мама. Она приехала в числе первых. Она здесь жила всю жизнь. Жена. То есть мой отец инвалид отечественной войны. Мать родила, воспитала 10 детей. Было 12. Мать героиня. И мы попросили эту улицу назвать в честь ее. И нам было положительное решение дали. И все это мы ходим рядом в заброшенные сады. Малину собирали. Я тут подвернулся. Давайте сфотографируемся. Видите как в лесу. Велосипед, мотоцикл. А это один посреди деревни. Одно дерево росло. И мы его немножко так дорогу сделали подальше. Далее. Вот видите сетка видно. Я его обгородил с ребятишками. И называется как бы мамриский дуб. И здесь вот закрытый стол. Кто по деревне проезжает может остановиться. Ведро с водой и кружка. Напиться. Ну положим что-то бывало поесть. Даже семечки. На дорогу чтобы можно было взять. Как бы мамриский дуб. Вот Виктор Николаевич сидит. Сравнивает. Это у него еще до Петровской Библии. Еще до Петра. Печатанная кажется. И вот это русская большая православная Библия. Сравнивает. Вот так. Что-то у меня тут заело маленько. Да не заело. Я наверное прошел все. Вот слава тебе Господи. Я даже не ожидал что так быстро. Теперь мы переходим. Ну да так и есть. Место подобов. Теперь я его песнопение дам прослушать. Я буду так. Песнопение он поет. И слова буду показывать. А вы уже можете считать. Это мои стихотворения. И там в них сказано очень много. Вот первое будет. Мое любимое. Как бы про самого. Я себя написал. И он вдруг написал музыку. Я даже не знал. Приносит. Уже играет музыка. Ну давай. Сейчас пример к себе своим воображением. Весь мир сдерган войнами и террором. Из-за угла коварными убийствами. Не перечислить дьявольскую свору. Еретики, фашисты, коммунисты. Огромный аппарат из КГБ и ФБР. И прочая соглядатая вшальная свора. Не могут нас обезопасить. Принять мер. Себя избавить здесь. И память от позора. Не могут лихорадить. Бедную старушку. И президента от подвала. И до чердака. До всех компьютер. Занесли на мушку. От патриарха. Попы до туберкулезника. ЗК еще не все. Еще метром взрывчаткой. Под самую завязку утром буют. И это не от страха. Не догадка. План протоколов. Так оно и будет. Великий вопль. И стон кровавого глота. Диктатора. Тирана. Сильной рукой. Не слышать взрывов. Крейсеров. Под лодок. Путь будет деспот. Но при нем покой. Сегодня при желании. В один момент. Затарит суд. Судилище бесплатно. Любую креатуру. Вызвалить на свет. Будь то Саддам. Зюгалов и Бен-Ладен. Но все они масонам так нужны. Как богу черт. Пурпурном одеянии. До времени пока. От блудницы жены. Воссядет зверь еврей. В божественном сиянии. Приходится терпеть. Молиться столько лет. Не клясть правителей. Беспомощность Кагалам. В комедии и грехам. Сим и Афет. Приход Антихриста. Писание предсказало. Плоховато тут вижу. Дальше это как раз признаки пришествия. Лагерь Стан. Это у нас гимн лагерный. Дети поют. Лагерь Стан степи на навозной куче. Благодаря газетам и фильмам известен во всем мире. Что можно придумать шикарней и круче. Именье строение все шире и шире. Внешне он беден, убог, неказист. Обшарпан дождями, прогрызен мышами. Отчего же боится его коммунист? Сравните дворцы с нашими шалашами. Лагерь Стан степи на навозной куче. Что может быть круче. Лагерь Стан степи на навозной куче. Лагерь Стан степи на навозной куче. При полной загрузке 70 мест. Девчонки в платочках, а хлопчики при поясах. Лагерь Стан степи на навозной куче. Что может быть круче. Утром подъем от пяти до шести. Сон до колодца едва растрясут. На щадящей гимнастике позевают караси. За вчерашние провинности допросы и суд. Расправа потаенная сеткой крапивой. Кто-то смеется, кто-то и слезу прольет моленье. Евангелие колокола с переливами. Бывают артисты, болеют весь день напролет. Лагерь Стан степи на навозной куче. Что может быть круче. А дети крещат. Нам есть что другим показать, не хвалясь. Строгая дисциплина, порядок и после боя. Работают парни, как мужики, протрезрясь. После семидесятилетнего угара забоя. Лагерь Стан наш не спутники. Видят ангелы. Сколько слез покаянных. Запрошенный хлеб за иголку. Много, так много труда злых, дурных, опоганиных. Да это очень часто не пробу, не толку. Лагерь Стан степи на навозной куче. Что может быть круче. Здесь все нравится верующим и подавно. Много растолкованное списание прочти. Десять ударов колокола при отъезде Асана. Характеристики выданы. Набирает домой харчи. Лагерь Стан степи на навозной куче. Лагерь Стан степи на навозной куче. Что может быть круче. Лагерь Стан степи на навозной куче. Что может быть круче. Лагерь Стан степи на навозной куче. Герои прошлого с утра сидят в прихожей. В сандалиях, ботфортах, босиком. Чужие разные есть на меня похожи. Семь тысяч верст и лет достигли прямиком. Они пока что книжные герои. Известные не мне же одному. Их нанимать надолго в перестройку. Быть мирным с ними объявить войну. Уже не понаслышке, не по букве. Вас обниму роднее всех родных. От радости к груди, прижавшей руки. Вам улыбаюсь с этой стороны. Вам улыбаюсь с этой стороны. Кто посоветует, кого избрать надолго. Друзья в начальнике, просто в кореша. Без паспорта определят наколки. У этих коммунистов ни шиша. Со всей земли без разных звезд и свастик. Пройдите на примерку креста. С неверными не обретают счастья. И наша дружба с чистого листа. Уже не понаслышке, не по букве. Вас обниму роднее всех родных. От радости к груди, прижавшей руки. Вам улыбаюсь с этой стороны. Это он вверх, но сейчас. Вам улыбаюсь с этой стороны. Ищу глазами дух Иеремии. По ревности святого Златоуста. Друзей, которые нигде б не посрамили. Родные мне по мысли и по чувствам. Прошу за стол составить протокол. О первом разговоре по согласию. Я к этой встрече с вечер в ветвек ошел. Быть в послушании всегда под вашей властью. Уже не понаслышке, не по букве. Вас обниму роднее всех родных. От радости к груди, прижавшей руки. Вам улыбаюсь с этой стороны. Вам улыбаюсь с этой стороны. Не надо убеждать, что вы не здесь. В своих трудах со мной вы постоянно. Духовники, мне вас не пересчесть. Вы жили, как и я, не без изъяна. Но ваш огонь не обличение сила. Авторитет мучения за Христа. В пустыне жизни сорок лет учился. А ныне час свидания настал. Уже не понаслышке, не по букве. Вас обниму роднее всех родных. От радости к груди, прижавшей руки. Вам улыбаюсь с этой стороны. Вам улыбаюсь с этой стороны. А сначала не было так. На многое, что мы не видим в храме. От попрошага в гущих у оградки. До алтаря, до батюшки с дарами. Мы допустили всюду беспорядки. Христос сказал враждебным иудеям. Я не сужу это нам так ново. А далее словам, от них все холодеет. Судить вас будет слышно слава вам. А если так, то по нему сверяйся. Накладывая сравнение к одному один. Дымятся злобы, слыша, это рясы. Да замолчи ты, юритик, кретин. Но если я невежда, недотепа. Магистр сквозь степень небеза. Могу слышать, как ушли далеко. Переродилась в дикую лоза. Христос сказал враждебным иудеям. Я не сужу это нам так ново. А далее словам, от них все холодеет. Судить вас будет слышно слово. А далее словам, от них все холодеет. Судить вас будет слышно слово. То как не дрогнут кабеловки-митры, Хотя бы раз открыв новый завет. Кто исказил, придумал мудро и хитро. И затемнил, сошедшись с неба свет. Умнее Бога, впавшие в монахи, Кромсали изречения Христа. Поволокли слова его на плаху, А измышления свои на пьедестал. Христос сказал враждебным иудеям. Я не сужу это нам так ново. А далее словам, от них все холодеет. Судить вас будет слышно слово. А далее словам, от них все холодеет. Судить вас будет слышно слово. Куда ни глянь, нас режет его фраза. Сначала было это все не так. Торговлю убери, молись, не для показа, Не человека слушай, а Христа. Никто не благ, но только Бог один. Так почему же, преблагая матерь, Персобирает сыну ластерин, А не заказчик вензелей на скатерть. Христос сказал враждебным иудеям. Я не сужу, а это нам так ново. А далее слова, от них все холодеет. Судить вас будет слышно слово. А далее слова, от них все холодеет. Судить вас будет слышно слово. Столько у нас оступлений в православии. И душа моя скорбела и написала. Строительный отвес Диакон возглашает премудрость вон мем, То есть распрямитесь, станьте прямо. Не в дремоте, как боевые кони Готовы в бой через брустеры и ямы. Все меры жадности скривила чина, Подмена гирю продавца в суме. Уменьшили длину по своему аршину, Напишут три в пота и один в уме. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе, Размолоти преграды и прелживейших словес, И будешь во главе, а не плюстись в хвосте. Евангелие! Вот единственный отвес! Евангелие! Вот единственный отвес! Но никому и никогда не снилось Уменьшить тяготение земли. Таков закон зиждителя его милость, Отвесом все, что вы верить могли. И нашу жизнь стояние пред Богом, Не люди грешны под нынешний момент, Не дохлая мораль, не поэтичная слога, Наклон любой отвес сведет на нет. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе, Размолоти преграды и прелживейших словес, И будешь во главе, а не плюстись в хвосте. Евангелие! Вот единственный отвес! Евангелие! Вот единственный отвес! Стоим ли прямо с Библией, сверяйся, И не склонись под чуждое ермо, Для выгоды своей шушукаются рясы, Интеллигенция давно ушла в дерьмо. Отвес строительный на тоненьком шнуре, И по нему свой сно поставим прямо, Ограду выправ на своем дворе, Кто не стоял по смерти, примут сраму. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе, Размолоти преграды и прелживейших словес, И будешь во главе, а не плюстись в хвосте. Евангелие! Вот единственный отвес! Евангелие! Вот единственный отвес! На высоте не устоит подпорка, Завалится лжевера без канонов, Искусством оправдания, всегдашней оговоркой, Корабль не спасти, что кверху дном утонет, Корабль не спасти, что кверху дном утонет. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе, Размолоти преграды и прелживейших словес, И будешь во главе, а не плюстись в хвосте. Евангелие! Вот единственный отвес! Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе, Размолоти преграды и прелживейших словес, И будешь во главе, а не плюстись в хвосте. Евангелие, вот единственный отвес. Евангелие, вот единственный отвес. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, это потолок. Выше не забраться, не достигнуть. Это все, чего достичь я смог. Прошептать, пропеть, предсмертно скрикнуть. Аллилуйя! Мой девиз и лозунг. Сорок лет с ним, Бога, познаю. Получал не раз по сорок розок. Там без очереди многим выдаю. Аллилуйя! Я кое-как скажу, я не умея ничего понять. В эту жизнь, как и в яму долговую, А потом на белого коня. Отошел бы, сгинул в одночасье. Цель и направление потерял. Аллилуйя! Аллилуйя! Утреннее счастье для всего мой стройматериал. Перевод с еврейского подскажет. Это значит, слава тебе, Боже. А больше нет намека даже, Чтоб на это чуточку похоже. От долгов избавь меня, Иисусе. От лукавого спаси, сохрани. Без тебя ни шагу не спасусь я. Ты стена, фундамент и грани. Аллилуйя! Упеваю счастье. Библию открою поутру. Разложу прошедшие началости. Слезы благодарности утру. Почему, зачем сумел родиться Свой плацдарм в очреве захватить К материнским виноградным кистям К пуповине бабушкину нить. Аллилуйя! Испытанье пули Рикошетят уже столько лет. Страшники у камеры заснули. Пусть свободен в Аллилуйе свет. Аллилуйя! Кое-как скажу я, Не умеем ничего понять В эту жизнь, Как в яму долговую, А потом до белого коня. Места писания откуда взято? Аллилуйя! Иначе началось. Вот песнопения я показываю какие. И места писания сбоку показаны. Птицы есть разные, Чудно прекрасные, Сокол, павлин, журавлин. С кличка орла, Люди смелые, классные, Кулик болотный сидит на мели. Ласточка девушку милую кличут, Курицу вовсе за птицу не чтут. Коршун стервятник, Стервозных обличие, Совы бесшумны, У дятла жестук. Голубь, голубка, Я с детства люблю вас, Пользы от вас никакой. Вы беззащитны, Не клюните клювом, Об этом особой строкой. Разное все, Кто как к пище стремится, Пение, полет, Крепость жилистых ног. Но для себя лишь одну голубицу, Церковь невесту избрал себе Бог. Голос голубки, И стоны рабыни, Равно к Творцу вопиют. К ротости нашей отнюдь не гордыне, В ранах христовых приют. Голубь, голубка, Я с детства люблю вас, Пользы от вас никакой. Вы беззащитны, Не клюните клювом, Об этом особой строкой. Голубь, голуби глупы, Как овцы в загоне, За место, за пищу, Дерутся всегда. Горлиц голубку Несли по закону, Жертву за грех, Или если беда. Крылья молитвы Блестят серебром, Золотом перья искрятся. Голуби мира с веткой добром, В новый ковчег возвратятся. Голубь, голубка, Я с детства люблю вас, Пользы от вас никакой. Вы беззащитны, Не клюните клювом, Об этом особой строкой. С тоном тоскующим Из-за миграции Голуби сны Стрепенутся. В небе лишь белые, В небе нет красных, Перед престолом Иисуса. Души святые, Голубка и нежной, В небо уходят, Покинувшим нас. Духа святого, Виденье все реже, Голубь напомнить не раз. Голубь, голубка, Я с детства люблю вас, Пользы от вас никакой. Вы беззащитны, Не клюните клювом, Об этом особой строкой. Вы беззащитны, Не клюните клювом, Об этом особой строкой. Голубь, 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 Вот здесь у меня Звук взятых Житие святых. 22 августа Явлали, 16 июля, Июлия, 4 июля, Феодор, Епископ, И 26 января, Анания. Это все по старому стилю, И здесь говорится о том, Когда они умирали, То души у них В виде голубки Выходили. Вот. Дальше. Еще нужно прочитать Такого. Это мы о голуби прослушали. Для многих кошка Не последний друг. Про кошку. Все, до конца иди. Все. Для многих кошка Не последний друг, Египетское чудо-совершенство. У ног моих Свернулась спящий круг И греет Электрическою шерстью С детьми умеет Ласково играть Вскрывая в каждой лапке Пять кинжалов Безжалостно сумеет Покарать Когда их воск К недругу прижали Без кошек Камба Нашему амбару Каюк уюту Наши погребать С мышами бой Ведем мы с ней На пару Чтоб с голодухи Не пришлось рыдать Чтоб с голодухи Не пришлось рыдать Живой барометр Уткнулся в непогоду И загодя Нас спрятала К хвосту На все такая тварь В хозяйстве годна Хотя есть спит Весь день Но уши на чайку Малейший шорох Распремит пружину И взгляд зеленых пар Прорежет Ночь и тьму Прыжок стрелы Не менее Оршина И крысам не Избыть Смертельных мух Без гуськи Амба Нашему амбару Каюк Каюк У наших погребах С мышами Бой ведем Мы с ней На пару Чтоб с голодухи Не пришлось рыдать Чтоб с голодухи Не пришлось рыдать Мурлычет Может молиться Тому Спасителю Кого зовем На помощь У кошки Своя Господа Хомут Берет Деван Кинжал И Остро Точит Свобода Наделен На Эта Тварь И Хвост Не подожмет Амба Стать Собакам В Вышинном Царстве Безраздельный Царь На ней Строго Режимная Рубаха Без Рыжки Амба Нашему Амбару Каюк Уют У наших Погребах С мышами Бой ведем Мы с ним На пару Чтоб с голодухи Не пришлось Рыдать Рыдать Чтоб с голодухи Не пришлось Рыдать Без кошек Камба Нашему Амбару Каюкают У наших Погребах С мышами Бой ведем Мы с ней На пару Чтоб с голодухи Не пришлось Рыдать Рыдать Чтоб с голодухи Не пришлось Рыдать Витя Не допел А тут написано Иконы Идолы В кринках Ли сметана Какая разница Лазить и сметать О ней так мало В Божьем писании Хотя за пользу Можно дать Медаль Уж сколько раз Ловил на голубятне Лупил нещадно Воровскую Подлость Проходит время Подсыхают Пятна Мы с ней Миримся Каемся Чуть после Не знаю Почему он не допел Видимо Задумался О чем-то Тут надо было Допеть Конечно Но вот это вот Идет Богоносец Священный Игнатий Это я в фильме Написал Идет Богоносец Священный Игнатий Конвоем Солдат окружен Вот покажи Две Родные В печали Печальные Братья Толпа Из детишек Из жен И все Понимают Что он Невиновен А Бог Он Сотропами Зла Прощально Приветствую Духом Спокоен На нем Не повисла Хула Ехидну Движением Руки Отрисает Любовью Сияют Глаза И бьет Супостата Священным Писанием Мужеством Помнится Зал Хочу быть Пшеницей За правду Христову Размолот На львиных Зубах Пылающий Факел В железных Оковах Империи В будущем Крах Я жажду Испить Смертоносную Чашу Бог В моем Сердце Живет Пусть Звери Зубами Все тело Распашут Страданием Не слаще Чем мед Живу Ожидая Последние Минуты Иисусу Любовь Покажу Мой дух Свергнет Тело Отомления Путы Всю жизнь На алтарь Возложу Возложу Любите Епископов Церковь Храните Чужим Не внимайте Отнюдь С бессмертием Всюду Незримые Нити Страданием Терпением Куют Хранитесь Хранитесь От ересей Разных Кто церковь Покинет Погиб А ропот На церковь Страшнее Заразы Не брать Еретических Книг Светильник На небе Промчали Столетия А львы На арене Так близко И страшно Подумать В газетные Сплетни В этапы Отправил Епископ Террары И митры И хор Камилава Пред кесарем Низко Склонились Господня Ремность Сосуды Расплавит Простит ли нас Божия Милость Я жажду Испить Смертоносную Чашу Бог В моем Сердце Живет Пусть Звери Зубами Все тело Распажут Страдания Мне слаще Чем мед Живу Ожидая Последние Минуты Иисусу Любовь Покажу Мой дух Свернет Тело Отомления Путы Всю жизнь На алтарь Возложу Возложу Идет Богоносец Священный Игнатий Вот написано Было это в тюрьме В 86 году Я сидел 23 августа 86 года Самое поганое Самое лживое Показание На меня давали Не коммунисты А священники Епископ И у меня в стихотворении Вот такое Тогда написалось И страшно подумать В газетные сплетни В этапы Отправил Епископ Вот какое Может быть Случится положение А там Это Игнатий Богоносец Это считается Тот самый Младенец Которого Христос Держал на руках И сказал Вот Не бойте Как дети Не войдете Это епископ Города Антиохии От него осталось Шесть посланий При Адриане Его казнили После он Сожалел императора Что казнили его Но уже дело было Его хотели Освободить Может быть Выкупить Он сказал Не надо Желаю быть Пшеницей На божьих зубах Размолотым Хлебом Божьим Вот какие были Люди в православии Чтимые православием А то некоторые Сектантов Вообще Понятия даже Не имеют Православие Видит только то Что Ну Сегодня Вот они Где-то видят Рядом Больше ничего Не знают Вот Сейчас Следующий Дам Идет Богоносец Так Что скажет Бог То из реку И я Это сегодняшнее положение В церкви Что скажет Бог То из реку И я Заученная Фраза У Михея К такому В рот Не заползет Змея Не нанесет Он Руши Ахинею Его заклинило На этих Вот словах Что Грамота Диплом И институты Не умолчу Вы можете Плевать Кто поступал Иначе Были плуты Жив Мой Господь Что скажет Мне Мой Бог То из реку И не словечко Против Замучились Смехеем Сбили с ног А он За старое Пророк Совсем Не кроток Патриархийное Священство В рот Глядело Упал Ломоченным Поставленным От власти А он Один Твердил Своя Так Смело За стол Не лез Отведать Горькость Власти Михея Просят Все Архиереи Умолкни Из реки Добро О президентах Он снова На его В эфире Реет Разоблачает Ира Чека Агентов Жив Этот бог Михеев И сегодня С утра Он жив Все тот же Что вчера Он ищет Вновь таких Кто в деле Годен И страх Имеет Как из Рех Сирах Напротив Одного Живущего В презрении С кадилами Сенот И патриарх А он Для них В горшке Разводит Бренье От ревности Мирской Сыпает Прах Он Поет Их У них Спухает Лона Вы видите Пузатый Легион Под ноги Лежат Чуть-чуть С наклоном Не могут Совершить Они Один Поклон Опухшие Продажные Слепые Не могут До купальни Добрести О Сколько Жеребцов Не хватит Пыли Кому Доверились Мы Господи Прости Михея Просят Все Архиереи Умолкни Из реки Добро О президентах Он Снова На его В эфире Реет Разоблачает Ирачика Агентов Что скажет Бог Рыбацкая Рыбацкая На молитву Призвал Волна Через Корпус Не раз Пробегала Был Лопасти Виден Виден Плавник Как Душа Убитого Кента Финвала Корабль Под ударами Сник Корабль Под ударами Сник Остались Минуты А дальше Развязка Объятья Холодной Волны Над пропастью Мглы С ледяною Повязкой О чем бы Подумали Мы Наверное Лица Родных И знакомых Мелькнут В феерическом Сне На жизненной Грани На жутком Изломе На вечно Девятой Волне На вечно Девятой Волне Иные Клянут Капитана Стармеха Проклятия Всем и Всему Окончена Жизненной Чаше Утеха И Брошена Разом Волну И Брошена Разом Волну Иные От страха Седеют Минуты И Умерли Прежде Конца А есть Кто не вышли Совсем Из каюты Призвали На помощь Творца А есть Кто не вышли Совсем Из каюты Призвали На помощь Творца Молитвы Молитвы А рот Поперкнется Во лбой Дай Боже Чтоб К небу Своей Укончиной Других Я увлек За собой Других Я увлек За собой Других Я увлек За собой Других Других Я увлек За собой Примерь к себе своим воображением Это моя биография, написана мною Примерь к себе своим воображением Все то, что прочитал или услышал Для снайпера сегодня я мишенью Всем хищникам меня Бог сделал мышкой Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь На выходе и в ходе за обедом Стреляют точно в лоб и давят только вниз Задача выжить и ни одной победы Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить мишу Со златоустом путь житийный С той стороны земли на все гляжу С той стороны земли на все гляжу Хотя как знать, когда я ускользну Стрельба и яд петля не захватили Враг не достал и стратил всю казну Уверенность пожег в истерике, в бессиле Их совещание по тайным кабинетам Моим паролем, кличкой псевдонима Пропитанные, обклеены планшеты Так день и ночь, а стрелы мимо-мимо Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить мишу Со златоустом путь житийный Промин с той стороны земли На все гляжу С той стороны земли На все гляжу Их измотало в горных перевалах Там след моей ступни не распетлял По шахтам, гротам, по лагам, отвалам И следует святых, о ком я начитал Мой бег, мои убежища с Давидом За мною доик бешеный Саул Они разведали, что ем я мёд так риды А штаб-квартира и избран Барнаум Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить мишу Со златоустом путь житийный Промин с той стороны земли На все гляжу С той стороны земли На все гляжу Я с Моисеем на своей вершине В последний раз смотрю из-под руки Враги с собаками, с биноклями в машине Мой след вынюхивает у густов реки Моя погоня гнались до упаду Я отошёл, не досягая муам Прощай, земля, азарт, закон ограда Мой труд следы читайте по слогам Прощай, земля, азарт, закон ограда Мой труд следы читайте по слогам Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить мишу Со златоустом путь житийный Промин с той стороны земли На все гляжу С той стороны земли На все гляжу Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить мишу Со златоустом путь житийный Промин с той стороны земли На все гляжу С той стороны земли На все гляжу Не спешите меня хоронить Не спешите меня хоронить Я прощаюсь с оставленным телом Обредите меня для войны Для последнего страшного дела Сорок дней по нотарствам идти Двадцать разных таможен не схожих Там дотошный допрос Будут бить, колотить Строить черные адские рожи Столько рыл Перепончат их крыл Скрежет злобы Бесовской постылой Обо всем испытание Что ел и что пил Как почем Небеса не коптил ли Мой язык Если к правде привык Ну а если неправда найдется Из-за мысли мои Не любил ли кривых От рождения И до погоста Поддержите молитвы Мой путь не окончен Враг вплотную насядет А кружит Бейте только прицельно И точно Из псалтыри Из тысячи ружей Бейте только прицельно И точно Из псалтыри Из тысячи ружей За развратные мысли По числам По часам И минутам Припомня Верил в жертву Христа Или был атеистом Жил не венчано Или законно Погодите судить Я не умер еще Судят недруги Лают нахально Перед вами живыми Давать не отчет Перед страшной Дорогою дальней Если вы мне простите Грехи Истребите долги И сожжете Вам на память Оставлю Гнилые мехи Проводите их С малым Почетом Схороните меня В сапогах В Майерлобе Тюремной Заплатах В них прошел я Чечню Карабах Всех мирил Со Христом Незаплату В них прошел я Чечню Карабах Всех мирил Со Христом Незаплату Поддержите Молитвой Мой путь Не окончен Враг Плотную Насядет А кружит Бейте Только Прицельно И точно Из псалтыри Из тысячи Ружей Бейте Только Прицельно И точно Из псалтыри Из тысячи Ружей Не спешите Меня Храни Я прощаюсь Составленным Делом Обредите Меня Для войны Для последнего Беднила Страшного Дела Святая Русь К чему вы Обольщаете Самвона С подмозда Кэшофотов Кремля Что будет мир И рухнет Храм Дагона Заплодоносит Мертвая Земля Вы говорите О былой России Царях Великих Собиравших Русь Что всех Иуд Повесят На сине Но я Обратно Я вам Предсказать Берусь Святая Русь Нас заклинают Хором Святая Русь Жила и будет Жить И детям Нашим Не видать Позора Их будущее Больше Не страшит Не знаю Для чего Так лгать Завучено Цветасто И искусно Прислушайся За каждым Словом Мать Печаль Веков Чудит И в сердце Пусто О Боже Проповедников Пришли В служении Богу На родном На русском Крещение Духом Вадное В крови Тернистый Путь И вход Уж Очень Узкий Не верится И верить Вам Грешно Опровергать Здесь Нечего Напрасно Во всем Всегда Одно Большое Но Мы Говорим Не об одном А разном Величие России Не в тюрьме Не Тысячекилометровое Пространство Но В покаянии И в сердце И уме Пусть Маленькое Но Христово Братство Святая Русь Когда Была Святая Скажите Дату Срок И имена Во Свете Библии Патетика Растает Останется Вино Вина Война Хватали Все От Севера До Юга До Борт Артура Ост Островов Все Подгребли Самом Тайку И Вьюгу И Расплодили Не Христе Воров О Боже Проповедников Пришли Служение Богу На Родном На Русском Крещение Духом Вад На Крови Тернистый Путь И Вход Уж Очень Уз К Кто Хуже Нас Сокровища Земные Транжирит Жет И Рубит По Весне Мы Опостырили От Века И До Ныне При Балтике Татарам И Чечне На Нашей Земле Вожделенья Зависть Облизываясь Смотрит Миллиард Весь Мусульманский Мир Там Добровольца Запись У нас Отняет За счастье Каждый Рад О Боже Проповедников Пришли Служение Богу На Родном На Русском Крещение Духом Вад На В Крови Тернистый Путь И Вход Уж Очень Узкий Тогда И Верен Нам Не Русь Святая А Герои Веры Народы Понесут Евангельский Бальзам От Коммунистической Заразы Химеры К Чему Обольщаете Самвона Вот 14 Моих Стихотворений Виктор Николаевич Савченко Положил на музыку Сам сыграл И сам пел Кроме Лагерстан Это Написал Музыку Барабаш Игорь Александрович И попутно Раз Зашла О лагере Я хотел Немного Показать Фотографии 141 Фотографию Подготовил Это В прошлое Время Еще деревни Мы не начинали Восстанавливать Потеряевку Вот дети Идут С колодца Вон там видно Солбики стоят Это Большой какой-то дом Был Там мы нашли яму Откуда пожар Не распространится А подальше туда Это костер будет В пятницу А подальше За столбом Колодчик у нас И туда в колодец Дети идут Видите Подвое Идут Несут воду Ну без воды Нам как здесь Другое Вот это у меня дети Которые с избыточным весом Как говорят Толстые Ну их называют Разными словами Там кабан Свинья Толстоморды Смеются Я говорю Вы хотите дети Другими быть Вот как этот юноша Они да И у меня есть особый Такой метод Как согнать Эту полноту Называется Галатийская диета Наш лагерь Назван В честь Климента Анкирского Он остался сиротой От отца И мать умирала Когда ему было 12 лет Это галатийская страна И там был голод Она передала его Богатой своей Подруге Софии И та его воспитала И язычники Выносили детей И бросали при дорогах Может кто-то выживет А он их собирал Приводил Кормил И к святому крещению Приводил И поэтому дети Дается им Неполная кружка Компоту И сухарь Один или два Я сейчас не знаю Два наверное сухаря было А сухари разная величина Они два сухаря должны выбрать И особая скамейка Если ему это надоест Переходи Ешь общие тогда Вместе со всеми Но я даже никогда не ожидал Что такие крепкие ребята Вот этот пораньше отошел Но у него полнота меньше А этот Избыточный Просто большой вес И он поехал Домой приехал А дядя его встретил Дядя из машины вылазит Там говорит Бомба настоящая Он удивился Да Степа Какой ты красивый Как ты так мог сделать Ну а потом дома-то Опять его разбомбили Тут Ну потому что любят А это у нас пруд Наш лагерный Вон вот Загородка Платина А дети готовятся Маленькие купаются Раздеваются Чтобы лишнего не было Вот Теперь они просят Благословения Тут раздевалка у них И туда спускаются Там по пирсу идут Купаются А это на кухне Капустина Татьяна Кузьминишина Готовит Это для взрослых Тут квас Тут хлеб Все закрыто Что-то подвешено Полки И в дверь выходить Тут начинается Сразу лагерная столовая Ну я являюсь Создателем этого лагеря Нынче вот будет 41 год Претерпели Ужасные гонения От властей Один год Это было Если сейчас Не ошибиться Бы В 90 Наверное Первом году 92-й уже пошел Вот Да И 15 краевых комиссий И милиция И санэпидемстанция 15 комиссий За два С половиной месяца Ну мы устояли А потом я Приехал Подал в суд И все процессы выиграл Заплатили Дали опровержение Это Пащенко Володя Он остается После когда уехали Тут рядом Огородчик наш Вот там С него мы собираем Помидоры И домой ему надо везти их Помидоры Все остальные овощи Консервировать И на следующий год Чтобы в лагере Обслуги на зиму было Это вот Раздевалка А дальше Вот этот самый пирс По которому Дальше идут дети Это наши дети Пришли В храм Молятся Девочки Видите У нас все по форме У нас все строгая дисциплина Вот А это я еду Дети подбежали Двигатель любви И давай давить Ну вот Видите К лагерю уже подъехали Так давить то негде Взять Так остальные Хоть рядом бегут А они Ничто говорят Дети то вас боятся Боятся Меня операцию сделали А меня привезли Лежащего Из больницы В два часа ночи было Операцию на позвоночник И они Весь лагерь Не ложился спать Не могли уложить Пока они не встретили Настоящая любовь А это на лошади Мы выехали подальше За ягодами Дети собирают А один из них Учится ухаживать за лошадью Сбор ягод идет Вот А это более ранний период Вот видите Как я стою Это у нас в лагере Был старший воспитатель Наталья Николаевна Приходько Вот Она потом закончилась Красным дипломом Алтайский государственный Университет И вышла замуж Она за болгарского хирурга В Америке Сейчас она там Второй ребенок родился А это она приехала Ее Таня звать Это Татьяна Вот она готовится К выходу в храм Видите Ее приводят в нужный Делается какое-то Замечание Не знаю что Что-то может быть Опоздало маленько А это Возле лагеря Отец Аким Мой брат священник Пасоветчик Мы смотрим Он недалеко пасет А тут холмик Это старые там были Какие-то конюшни И он стоит И считает Акафис Я не знаю кому Там Сергию Радонежскому Князю Владимиру И мы весь лагерь К нему прибежали Прибежали И вместе Чтобы помолиться Это даже повар Этот Ну дежурный По лагерю Но тут начался дождик Ну а мы от него И ринулись А это дерево свалило Буря Батюшка пилит Пилой А ребятишки тут Пришли посмотреть Видите Им это так интересно У нас лагерь Видите Березу привезли В лагерь Вот они Видишь какие Смеются Это Виктор Николаевич С ними И вот мы все Распилим У нас наши дрова Будут Дрослые расколят А это вот у нас Где бум Это 75 метров Вот ходить Вот так вот везде Это сидят Ждут очереди Прокатиться На лошади На лошади Ну поднимают руку Значит охота А вон там вышка Называется Вавилонская башня Искать коров Как откуда А это как Вот это самый бум Вот видите Какие вот Все вместе замерят Тут 35 метров А это вот вышка Там видите Дождик идет На лагере Вот колеса зарыты А вот этот бум На него становится И на коня Верхом залазят Ну это увидал Вот гоняется У меня котик За этим А это вот Шла Она Видишь как Перевернулась Ну Учится ходить По бум Надо разуться Три поклона И у старшего Попросить прощения Это Иеремия стоит Вон там Он уже умеет ходить А это в лагерь пошли Ну это Было когда Еще 22 года назад Наверное Видите как Цветных Фото не было Но вот какие Наши кели Глиняные мазанки Уже они были А то в палатке Одни только были Так Ну-ка Проходите Это пошли в лагерь И вот их видно Вот я еду здесь Вон там Лиза на коне Овечек погнала И тут Видите какая Картина Смежная такая Вот А тут я еду Виктор Николаевич Машина Дети идут Должны держаться Идти подвое Держаться за руки Это расстояние Полтора метра Между каждым Ну это потом Вставу Вписано было Идут иногда Пинаются Они что попало делают Но когда уезжают У нас обстановка Совсем другая Это вот Паченко Владимир Он нынче Он был просто рабочий Потом я его провел Стал воспитатель Нынче пришлось ему Быть старшим воспитателем А ныне В прошлом году А нынче остается За начальником лагеря Ему это конечно тяжеловато Но веники делают Веники Все дети учатся делать веники Березовые Ну другие наши помогут Разе сзади Татьяна Это утром у нас Они вот приходят Дети из лагеря Рядом со скворечником Колодец И вот они им всем наливают И видите течет Коносос А это столб Укрепляется На котором провода идут А это вот Утренняя гимнастика Утром гимнастика Это рядом наша Здесь русская печь Там Игральный зал А это вот тоже Утренняя гимнастика Это наши кельи Называется Кельи Там только ночевать Главное они не промокают Везде под застряхами Полно воробьев Тут воробья Они их кормят И Ну ребенок живет В природе А дальше вот это видать Это колокол висит И вот здесь тоже Много колоколов Они звонят Это вот крест Вот она даже видать его какой А это вот Гимнастика идет Виктор Николаевич А там вот как девочка Фросси легла Но это уже не так Надо подниматься Вот видите А знаете там колеса Бум видать И вход в наш лагерь Вот А это вот утренняя гимнастика Или проспал Яша Или что И мама Анна Она ему показывает гимнастику Ну и Яша делает как может Это крапива такая мощная растет Лечебная крапива А это вот дети Работы никакой нет Но без работы нельзя быть Поэтому старые гвозди выправляем Но бывают они тупые И дети наточили гвозди Точно чтобы они были острые У него ручки должны работать Вот здесь вот Мы собираем на огороде горох Видите все Свежий горошек едят Вон она В фуражках у всех все Вот А это две Нюры Это Аню Ну я зову Нюра У нас в церкви с тарелкой не ходят Доброход надающего Бог любит Они сидят возле этого ящика А это у нас приехали Бывшие жители Вот эти вот двое Там даже третий где-то есть И на этот пруд И они здесь живут ночь Но мы тогда Это наши же жители А это их жены тут Мы ребятишек послали Там дары какие дали им А эти там не знаю Как рады Что их так приветили Они им надавали еще больше Это пасечник Он привез им мед Так они и мед отдали Они унесли сметану Там пироги Принесли мед И Ну и тоже много Это вот семья Дробот Ваня Янафа и Фрося Видите Детский православный лагерь Стан Наш телефон Я тут с ними Вот Дальше А вот это вот Раз, два, три, четыре, пять Вот это дети Которые в чем-то провинились Что-то у них было Нарушено по уставу Ну поэтому они Наказаны были Остаются без первого Но им дается Выбор Или теребеть три горящих Там крапива Или без Ну останешься без первого Который смелый говорит Я бы лучше поем Накажите Ну за смелость Тогда прощаю ему Тут идет Ну духовное воспитание Чтобы он был смелым Вот они Это один раз такой был Что столько много провинившихся Это наш транспорт Тележка Я не знаю Они ходили Видимо за картошкой Перебрали картошку И везут В лагерь На костер Это мы поехали На ягоды Тут Виктор Николаевич Ждал даже Мотоцикл Я не знаю Ехал он Или только сидел А это вот наш Аналоги Считаем Евангелие Везде висят колокола И вон там Самое большое рындо И На молитву собирать И Евангелие считать И везде Вот сейчас вот этот Степа будет бить А остальные В разные колокола И бегом оттуда Бежать Стать в строй Ну а тут Это с нашей башней Семей запустили Видите как А это в храме пришли Вот дети молятся Некоторые в первый раз Приехали Вот от Сережи Он приезжал Не один раз Вот этот Очень хороший юноша Вот А вот это самое Которых они угостили Это наши жители И вот детей Они тут уже Не знаю Рассцеловали И еще только не было Они пришли оттуда С дарами А это я С подругой своей С женой Надеждой Васильевной Приехали корреспонденты Они нас снимали А тут собирали дрова Но это еще до восстановления деревни А это дети из глины Лепят разные фигуры Ушатся К гончарному делу А это взрослые вышли Детская тут площадка Это койки попрыгать им Батут наш А вот это На турниках тут разные Качели Ну и эти вот качели Такие на доске А вот дети Скамейку Видите Столбы закапывают Сами учатся Сделать скамейку надо Чтобы на ней потом сидеть А это вот Дети еще когда Это было Ну в самом начале Постройки деревни Наверное Видите как Это Виктор Николаевич Стоит здесь Это утренняя видимо Планерка А это наш бак И там плавают караси И детям очень интересно Смотреть на этих карасей Они склонились туда А это я им попросил В моих книгах Сосчитать Сколько картинок У меня в книгах И вот они добровольцы Вызвались И сфотографировали Виктор Николаевич сзади Видите Мои книги у них В руках открыты А это на костре Картошку уже подали А они едят Если бритый человек Это не наш человек Это приехал Хороший человек Но он не нашего круга А это про Яшу Фильм поставили Там что он как плакал А теперь он сам сидит И смотрит Это просмотровый зал Просмотровый зал А это вот на костре Ну там все Закрывалось Сверху обтягивалось Большое полотно Такое было Ну Виктор Николаевич Как всегда с музыкой Играет Вот А это на костре Вот гори Горит костер Гори Всегда гори У нас тут Я еще же такое-то Еще лагерного Това нет Гори Надо было это еще найти Песнопение Потом каждому лопат Лопат много Учите сточить А это у нас учатся Стрелять из лука Тоже пришлось мне делать Луки Я с детства стрелял Это Яша Это я за ним сижу А это чемпион наш Сергей Пупков Вот А это батюшка Когда молился там На бугорке А мы к нему прибежали А это вот Сотовый мед Нам дал Павел Брат мой И мы теперь делим его Вот он сотовый мед Видите Какие Пластинки-то Это то, что надо Теперь Лозунг Всегда вкусно Я делю Сотовый мед Вот он Подошел дежурный Сейчас будет разносить А это к нам ехал Автобус И застрял Ну Наши выслали машину Это наша деревенская машина Вездеход И теперь вытаскивают Дети садятся Ну Проселочная дорога 16 километров Это в лагере Виктор Николаевич Впереди Утренняя молитва Видимо Ну Дети новые А это муравейника Учатся беречь природу Это Яша сидит Вот А это моя Каланча Это Пять этажей На первом стоят На второй залезли На третьем здесь На четвертом Голубятня А там вверху я стою Вот они дети Такая у меня в деревне Голубятня чудесная Ну это как всегда на коне Он мешает Наверное Ты голову убери маленько Что-то так близко склонил Ну Видите как Вот А это дежурная Помогает все Разложить чашки Ложки Колпачок В них Вот здесь мытая Закрытая посуда На это поехали За ягодами Я тут пока сижу Вот А это вечером уже поздно Ночь Видите синя И все еще готовятся К концерту Вот А это вот у нас Лагерный огород А это вот Каркас шалаша Его закрываем травой И тут дети любят спать Как наградой Ну конечно сам взрослым Видите какие у нас Кресты высокие Напоминающие Это наш лагерь Так выглядел Большие палатки РТИ нам делала Тоже помогали А это мы в окрестности Нашли папоротник Принесли его И тут около первой кель Посадили Он так буйно Разросся А это Володя Это в лагере У весной Надо всю посуду Завозить Вот он старается Все это бесплатно Ну и всегда у него Этот аппарат Ну как настоящий режиссер Чтобы все было А это картошку Подняли из погреба И роски обламывают И повезут в лагерь А это пианино Вытащили было на улицу Вот она играет Здесь лунную сонату И потом дети прибегут Такой ролик тут есть А это Закапризничал Домой охота ехать Это его баба И вот тут идет беседа Тоже ролик записанный Там посмотреть можем А тут приехала И платье У нее разорванное Как говорится Ну разрез делается Я зашиваю его И нафа Это сестра его просит Вот так У нас это не положено Надо зашить Все Вот я сижу А у нее зашить нельзя Поэтому я вставляю ей Клинышек туда Вот Это сверху наш лагерь Вот это будет Игровой зал Закроют Ну там разное Вот и большие качели Вот А это вот Семья Сидоренко Она приехала Это Яша Братик его Сережа И Таня девочка Сама Анна Вот И вот мы сделали Скамейку Ребята Которые там толпли А теперь мы на ней Сфотографировались А это вот Самое трудное Мы до обеда Копали солодку Это уйти надо было За 4 километра Который солодки Промыли его Притащили Я говорю Разложите на две равные кучки Одна 50% Идет на лагерь А второе Вы между собой Копал Теперь будете делить И вот они делят Какую Возьму я А какую я беру Первую пополам Я беру Да конечно это больше Но вы же делали Я отойду Давайте снова Каждый корешок В руках взвешивает Весов то нету Я подойду И опять Ну я же на глаз Вижу какая побольше Я беру Та другую Опять нету Но я же сказал Делайте поровну Для них это Для ребят тоже А это в лагерь Мы пошли Видите Какое платье Как одеты За коровами идут А это вот Инапа Фрося Это у них отец Он глухонемой Глухонемой Найден был Господь нашел Он сейчас В общем не женился Она студентка Четвертого курса Сейчас у него Четверо ребятишек уже Тоже приехал Работник хороший А это вот дети Малая пастирушка Среди недели Они стирают свое Что запачкали А это вот все уже подготовили Россия должна встать Вот она Россия это мы Ну вот такой у нас Я не знаю Как его назвать Экстремистский лозунг Назвали бы сегодня Ну пока нас за это не бьют Мы по воскресенье Флаг вывешиваем Это наш транспорт Вот они поехали Что-то надо привезти Вот это Тобольские были Тобольские Перед отъездом Сфотографировались А это ребята Мернет у кого Какой живот Какая толщина Вот это вот такой Вот это Больше А этот Видишь заломил Сколько у него есть Мы считали Какой-то мужчина Пятьсот килограмм А вот ребята Теперь вот эти двое Этот тоже к ним Приспособился Но если он тощий хотел Я говорю Тебе не надо А это мы Дрова заготавливаем Носить надо Видите как Я рублю здесь Этот колет дрова Там пилят Кто что-то Скажет У нас все работают А этот с избыточным весом Он не может подтянуться Даже одного раза Но ему помогают Как его звать-то Данила кажется Да А это вот у меня Там Ну и Там теперь Витя живет В этом скворечнике Вот я сижу здесь И смотрят Ну новое там что-то Ролики я привез Скопированные А это В город отправляется Автобус Ну вот Матери с детьми Приехали попроведали И теперь Они привезли их Наверное Вот тут Корреспонденты Режиссеры А это я объясняю Лучший флаг в мире И что означает Каждая полоса Но у меня времени Сейчас нет Наши дети Патриоты Они знают Президента Премьера Кто тебе Изобрел Мобильный телефон Мобильный телефон Мартин Купер А кто интернет Тим Бернерс Ли Они Да все должны знать Это Фрося Фрося Дробь Это тот Отец у них Глухонемой А это вот В храме Видите у нас Иконы И надписи 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 Вот так Надписи Из священного писания Эти молятся Вот Это я маленько Не так сделал Вот надо Это тоже Первый раз Приехал Такой Ширшик Вот Ну это наши дети Это Ваня Дробот Вот Теперь пошли В храм молиться Вот их ведут Видите как Подвое ведут За руки взялись А это если ложились спать И бывает нарушили тишину То им нужно стоять будет Два часа Два часа разбиваются По полчаса На четыре дня Вот и оружие данное Они друг друга не видят А один направлен в другую сторону Смотри Звезды наблюдают И теперь они полная тишина Будут спать Это физическое наказание Называется Физическое тело А это телегу везут Телегу везут Чтобы с нее легче было Обирать черемуху У них тут работа каждый день есть Вот эти дети Выстроились щурками Там он Деревья свалили Напили А они теперь оттуда несут Чтобы расколоть А это мы были по ягодам Володя Пащенко снимает Ну уже ягоды набрали Сейчас домой идти А вот принесли ягоды Видите клубника Какие наши девчата-то Смотрите какие они серьезные Даже улыбаются Не то что американцы Все время рот И сейчас приучили русских И везде рты раскрыты Зато узгарь Не боишься Что дьявол заскочит тебе в рот Хохочешь А вот мы собираем ягоды Это клубника Вот такая у нас там местность Богатая А это вот мы собираем ягоды Видно деревенский Скот там пасется Это в другом месте Это лох идет Остатки после нояго потопа Вот собирает ягод Это наша знаменитая Лиза Певица Вот где она сейчас Это я Яшу учу Как правильно стрелять из лука Тут наконечник резиновый Чтобы не больно было Если попадет А вот я его держу на руках Тут овцы подошли Видите какие картины Это на конкурс можно выставлять А тут Яша руководит И везет нас Уже ягод набрали Такой смородина с крыжовником Каренда называется А это мы пошли За Солодкой За Солодкой Видите как Ооо там деревня А там слева лагерь Пошли Ну это телегу везут все еще По черемуху А это прощается Конец уже сезона Кто-то выезжает Вот А это один мальчик Наколотил Лежал Изолятор И он расколотил И вот стекла валялись Все это разузнали Теперь лопатой выкопали ямку И он его зарывает Ему будет памятно А это баба Серафима Ей 84 года было И она учит Как правильно молиться Вести себя Там видно храм Крест Это Яша стоит А это Нестор Видите у нас Какие имена Это по календарям Вот Иеремия А это вот Одна девочка Вот эта вот Дала телефон Вот этому другу У нас телефоном Заводить пользу Все нельзя Ну и так как у него Такое было поведение Он однажды сказал А тут рядом стоит Вот с ним Баба его привезла Его Желая ранена И вот эта веревочка Называется Посадить на веревочку Теперь они куда Только с воспитателем А им теперь Сделать замечание Как они могли От телефон Он панику навел На родителей Ну ладно Успели вовремя позвонить Он стал обманывать Что я заболел Я лежу Помираю Ну ребенок Он никогда не привык А потом он привык А это вот значит Лиза Лена везет Видите Какая дружба Какая любовь Сколько здесь веселья А вот пришел Его звать Анфим В деревне У нас обед Но ему Безрукавка Надо надеть Надели рубаху И ему Видите как за ним Сейчас закатает рукава И его за стол Мата уже была Это уезжает А это она Ползла по буму Учится только Вот А это вот мать приехала С дочерью встречается Ну теперь она уже Замужем девочке Хорошая-хорошая такая Вот А это вот Городки Две городочные площадки Зацементированы Глубоко здесь Настоящие Вот они бьются А другие зрители наблюдают Вот две городочные площадки Это старинная русская игра В нее любил играть царь Лев Толстой А это ограду городить Жерди дети несут Они участвуют во всем Вон там видно Это лагерь Вот издалека какой он Это наша посадка Это в степи фактически Вот А это один Ваня Ермоленко Русская печь И он там ее Ну готовит чтобы печь А эта подошла И слушает Марья Кузнецова И получилось Иван да Марья Ване он понравился Или еще тут она уселась рядом Вот А это раньше у нас Вот это все Что в лагерной постройке будет Это Надежда Васильевна смотрит Пустое место Это там будет деревня Это минимум 23 года назад А это приехали Из района Корреспонденты Очень хорошая Корреспондентка Всегда писала справедливо Как есть Я показываю Как русская печь Как мы печем А это трактором Ставим столбы Столбы мы Лагерные Вот он Около скворечника А это вот дети сидят На корпусе Этого шалаша Настоящий шалаш Потом будет Построен А вот дети пошли Вот просились пасти Любят пасти коров Вот они пошли И с ними мама пошла А вот и пастушка Главная А это вот Наша Анфиса Деревенская Готовится пойти в церковь Видите Какое одеяние Целомудренное Вот Ну а это Виктор Николаевич Встретил Что-то наши везут Скорость деревни 5 километров И надпись На территории деревни Курить запрещается Ну плоховато видно Вот А теперь вот Утром они поливают Володя черпает им Накачанную сюда воду И они вот туда идут И там поливают Маленький участок И как только Садитесь за стол Покажи эти платочки Я показываю Все показали А если нету То надо бежать Будет метров 300 Туда и обратно А это вот Вода Володя вычерпает Чтобы опростать Бак для зимы То там грязь бывает Осадок А вот они караси остались Что дети смотрели Караси Вот они их видать Вот Ну это дети Наши Пришли в храм И на занятиях Видать были уже А это Яша себе Из дерева Такой мотоцикл сделал Видите какой он А вот привезли мы Маленькие там березки Ну что-то спирено было На жерде И на веники А это вокруг лагеря Так шикарно А вот здесь Холодильник наш А это Степа Дежурный И моет посуду Посуда с содой моется Потом ставится Сода стекает На солнце прожаривает Яша качает Давит на лягушку И теперь Другие могут кататься Это учимся стрелять И девочки учатся стрелять Из луков Девочки Траву отгребают От ягод Видите как А это мы шли там И вот такой снимок Получился Среди одуванщиков На экскурсии А это мы делали плод Мешки были Шесть мешков 144 бутылки И на нем плавали Так велосипед Перевозили через пруд Делаем Дети сами Должи все уметь делать Ну это картошку Понимает Вот Володя с ними И дальше обламывает Ростки А это Яша спит Вот Вот Считай что по-кришески Я показал здесь все Но я немножко Не подготовился Можно сказать То бы я показал Тут еще одно Как наши поют Ну может быть Ладно что нет Покажу наш православный Видеоканал Видеоканал Ключ Игнатий Лапкин канал Зарядите Ну и все Другое Наш Вот этот форум Вот это наш форум Православный форум Вот смотрите Зарядите только Игнатий Лапкин И форум В гугл И все найдется Вот Вот это Я в Мейлру Пока его не испортили Я в администрации Что-то там делал И Ну Уже полгода назад Это был лучший Способ сообщения Как здесь Для меня в Фейсбуке Эти Тем более Одноклассники Контакта У меня есть Живой журнал Он ничего не значит Здесь Живая связь У меня 6000 Я мог сразу на них посылать С моим миром Пока они его не испортили Вот Можно было рассылки делать огромные Делиться Ну Роптали Говорили Ничего тут дальше уже не сделаешь От нас не зависит Вот Ну это уже Вот это мы заходим Ездим Вот это вот у нас Наш сайт Сокровище Во свете Библии И самое главное 4124 вопроса и ответа Вот справа 55 папок Разложено 55 папок А с него Вот если вверху Вот сейчас вот Откнуть Православный форум Игнатия Лапкина Сразу будете на форуме 1400 разных тем У нашему сайту Я могу доказать Равных в интернете нет Вот здесь 50 книг Насчитанных Златоуст Библия Архипелаг ГУЛАГ 12 томов Златоуста 12 книг Жития святых 5 томов Добротолюбия Серафим Саровский И там этот Ифрем Сирин Иоанн Кронштадтский Тут чего только нет 4 книги Григория Диченко Это все на нашем Вот этом сайте Аудио Мои беседы С Александром Мене Аудио Заведите Игнатий Лапкин Сайт И вы сразу На него найдете Заходите Вот для слова Божьего Звук и видео Тут толкнете Здесь же 41 книга Которую Господь мне позволил Издать Они все здесь находятся Я хотел показать Как поют на мои слова На День Победы День Победы Но он есть В Ютубе На нашем канале Так что там найдете День Победы Зарядите Сразу вам это дело Будет видно Вот Ну это я По просьбе людей Показать Что значит Какие стихи Я писал Про пели здесь Немного про лагеря И исполнителя Виктора Савченко Немножко будет знакомство А остальное Про лагеря Много очень роликов Про деревню Много здесь Про наши миссионерские поездки Все есть На нашем канале Все абсолютно есть Повторяю На нашем канале Вот она Смотрите Как он выглядит Тут что-то Какой-то знак Появился день назад Я не знаю Какая причина А то было так В нее ткнешь И сразу на наш форум Переходили Мне это не нравится Но кто ведет его Организатор Создатель Его где-то нет Он на работе скрылся Так что тут выправиться Богу нашему слава Во веки веков Аминь